В 1992 году альтернативный рок и гранж еще были на пике популярности, оказывая влияние на десятки, если не сотни групп, не только новорожденных, но и вполне состоявшихся. Soul Asylum к тому времени существовали уже без малого 9 лет. Музыканты упорно бились на инди-поплище, играя своеобразную форму мелодичного хард-рока без особого успеха. Несмотря на несколько агрессивную подачу, общий посыл творчества коллектива был воодушевляющим. Шокирующим жанр современников был их несколько нережливый внешний вид, резко контрастирующий с общепринятыми канонами. Один из современников метко описал Soul Asylum тех дней как нечестивую смесь Кис и Хэнка Уильямса, брошенную под колеса убегающего поезда. Рановый трейн, да. Благодаря всем этим составляющим, очень скоро Soul Asylum записали в предшественники Гранджа. И хотя на локальном уровне, и что удивительно, мировом, творчество группы находило положительный отклик для большой Америки, и ее масс-медиа они оставались ноунеймами, как бы музыканты не старались. Так что после очередного провала с пятой пластинкой And the Horse Were Wrote In On 1990, который сильно ударил по самолюбию музыкантов и появившихся у вокалиста Дэйва Пирнера, проблем со слухом, Soul Asylum серьезно подумывали о прекращении жизнедеятельности. Однако их серия акустических концертов сумела заинтересовать лейбл Columbia Records, который решили заключить с музыкантами контракт. После чего те приступили к записи шестой, самой важной пластинки в своей карьере с продюсером Майклом Бейнхарном. В ходе работы, правда, возник небольшой конфликт. Продюсер был недоволен игрой барабанщика Гранта Янка и пригласил для записи партии именитого исполнителя Стерлинга Кэмпбелла, отписавшего в итоге половину пластинки. Но поскольку Soul Asylum не были готовы признать, что не справились с записью своими силами, Кэмпбелл был указан как перкуссионист. Иронично, что в итоге перед тем, как приступить к записи уже следующего альбома музыканты уволили Янга и официально сделали Кэмпбелла новым барабанщиком группы. И хотя с пластинки, получившей название Grave Dancer Union, было выпущено 4 сингла, только последний Run Away Train, пауэр баллада о любви и потере, изменил судьбу коллектива раз и навсегда. Дэйв Пирнер признается, что с того момента, как он написал песню, все будто сошли с ума. Еще до того, как она была записана и выпущена. Некоторые песни рождаются годами, а некоторые очень быстро. Пирнер написал Run Away Train за одно мгновение, после чего показал коллегам. Те признали, что вещь получилась отличная. Дэйв утверждает, что это был первый раз в его жизни, когда песня сразу получила положительный отклик. Сам он, впрочем, не понимал, почему все так загорелись. Пирнер признается, что был в то время слишком наивен, чтобы понять, что остальные рассмотрели в Run Away Train большой коммерческий потенциал. Сам он не видел в ней ничего особенного. Безусловно, она была ему дорога, ведь в релике он излил свои эмоции и депрессию, но не более того. Но когда Run Away Train стала большим хитом, Пирнер был очень горд, что она не была глупой поп-песенкой, а поднимала серьезные темы. И считал ироничным, что именно то, что было удручающим и тяжелым, нашло больший отлик в сердцах людей, чем то, что было более, скажем так, воутушевляющим. Важную роль в промоушене Run Away Train сыграл и снятый крип. Это было время масштабных кинематографичных музыкальных видео. Но музыканты решили избежать всех тривиальных рок-н-ролльных крише и использовать эту возможность, чтобы донести до людей что-то по-настоящему важное. Так родилась концепция видео с демонстрацией фотографии пропавших детей и просьбой Пирнера в конце клипа позвонить по указанному номеру, если зритель видел кого-то из пропавших. Любопытно, что было создано несколько альтернативных версий клипа для Канады, Англии. И, как утверждает вокалист, в итоге несколько семей смогли воссоединиться со своими пропавшими детьми. И Soul Asylum было действительно чем гордиться, потому что они сделали хорошее дело. Сам Пирнер до конца не верил в успех затеи, но был рад, что ошибся. Автором концепции стал режиссер клипа Тони Клей, который, прослушав песню и выслушав пожелания музыкантов сделать что-то нестандартное и полезное, заявил «Молочные коробки». Группа была сбита с толку и попросила его пояснить. Клей, уже загоревшийся своим креативом, не терпеливо пояснил, что «Вы же знаете, что на упаковках с молоком печатают фотографии детей в надежде, что так их смогут найти. Так что давайте переводим ваш клип в одну такую большую коробку». Пирнер был поражен, но еще больше этим радикальным решением Soul Asylum были потрясены Columbia Records и почти зарубили проекты на корню. По мнению лейбла, клип должен быть инструментом для промоушена продаж новой пластинки и туровую поддержку, и музыкантам не должно делать какие-то политические или социальные заявления. Но Soul Asylum сумели уговорить Columbia рискнуть и дать им попробовать, о чем впоследствии те нисколько не пожалели. Пирнер считает, что они смогли обыграть систему. Это тоже было большим достижением для музыкантов, еще недавно сводящих едва-едва концы с концами, а теперь ставшими одними из самых популярных рок-коллективов в стране в начале 90-х. Пластинка Grave Dancer Union стала дважды платиновой, превратив Soul Asylum в суперзвезд. Правда, ненадолго. Большой коммерческий успех и его инерция закончились в 1998-м, а достижение шестой пластинки группа так и не смогла повторить. Run Away Train же остается одной из самых впечатляющих мейнстрим-песен альтернативного рока начала 90-х. Наравне с Smells Like Teen Spirit Nirvana и Don't Speak No Doubt, а яркая вспышка надежды, которая продолжает помогать людям найти дорогу домой даже сегодня. Такие дела. Друзья мои, берегите себя и своих близких. Подписывайтесь по ссылочке в описании на телеграм-канал, паблик ВК. При желании и возможности поддерживайте контент репостами, чеканной монетой и просто рекомендацией своим друзьям. До новых встреч. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok